Всем привет! Смотрите, какая у меня прикольная заставка. Прям отлично подходит для сегодняшней битвы. У нас сегодня битва номер три. Это третий конкурс. Здесь тоже будет свой победитель. И у нас сегодня вот такая абстракция в стиле граффити. И для вдохновения я выбрала коллекцию Dolce & Gabbana. Причем это свежая коллекция осенью мая 2021-2022, которая ввела в шок. Вообще все модное общество. Ну, может, не все, но те прогнозы, которые я смотрела и отзывы по последним показам разных дизайнеров, очень много стилистов, ну, как бы совсем не айс, перебор. А я сегодня посмотрела как-то другим взглядом. И мне кажется, блин, ну, в отдельности, если смотришь на все вещи из этого показа, они просто офигенские. Вот, поэтому у нас сегодня будет с вами офигенские типсы. Несколько человек мне уже успела написать в директ. Какой капец, где же я возьму такое количество наклеек? Сегодня дизайн полностью ручной. Здесь я не использовала ни одной наклейки. На самом деле дизайн делается просто, он не сложный. Он только выглядит таким, знаете, мало то, что перегруженным, да? И, короче, сейчас все нормально, сейчас все увидите. Я уже заранее фон приготовила. Слушайте, как мне нравится этот фон, девочки. Просто роскошно. Галь, слушай, закроешь окно, потому что мне кажется, шумит очень сильно. Скажите, пожалуйста, пилочный маникюр, это круто. Смотрите, девочки, сейчас вопросы, которые не по теме битвы дизайнов, да? Сегодня у нас конкурс с вами. Я отвечу, давайте в следующий раз, в другом прямом эфире, либо напишите мне в директ, хорошо, чтобы сейчас не тратить на это время. Итак, поехали. Тут у меня, видите, Галя сидит. Галь, глянь, ты у меня через призму. Так, отключаем. Все, смотрим. Так, ну что, смотрите. Я когда вчера собирала обратную связь и варианты, чем бы нам поработать с вами на следующей битве, все написали, давайте что-нибудь яркое. Технику так никто и не написал. Все почему-то, видимо, мой вопрос не поняли, потому что я спрашивала о технике. Поэтому я выбрала сама и просмотрела несколько показов осенних ярких. Их очень много. Многие дизайнеры ушли просто в тотальное использование ярких цветов. И Дольче Габбана не исключение. И плюс Дольче Габбана выделился тем, что он применил просто какое-то баснословное количество принтов. И основной принт здесь граффити, леопард. И этого очень много. И они между собой классно миксуются, смотрите, и классно дружат. Я выбрала вот такой вот образ девушки. Очень крутой пуховик. Видите, леопард спрятан внутри, и он частично читается. Фон я сделала белый. Смотрите, все условия по конкурсу, по участию к конкурсу читайте в предыдущих постах. И вот сейчас я выложу эфир. Еще раз повторю всю информацию. Сейчас проговаривать не буду. Упор на технику. Так как такой дизайн на длинных ногтях у нас сегодня. Видите, ногти длинные. Соответственно, делать недолго. Понятно, что чем короче, тем быстрее дизайн выполняется. Чем длиннее длина, тем дольше вы делаете. Так как большое количество пространства, которое нужно заполнить. Так. Ну, начнем. Давайте вот с такого варианта повторять. Вот этот вариант. Первый будем повторять. Пишут огромные типсы. Ногти в основном намного меньше. Слушайте, девочки, у нас сегодня конкурс. Конкурс. У нас битва дизайнов. Ну, понятно, что, как правило, для конкурса выбирается что-то, ну, нестандартное. Вот. Поэтому мне сегодня захотелось сделать на длиннющей длине. Сделаю необычную фотографию. Сегодня буду фоткать не на своих руках, а сфотографирую необычно. Вот. У нас творческий конкурс. Называется битвы. Битвы дизайнов. Сегодня у нас третий конкурс. Сегодня у нас будет тоже отдельный свой победитель. Всех победителей я буду выбирать 24 октября вечером. Потому что 25 утром уже на выставке я объявлю всех победителях в каждой битве. Так, все. Как подмалевок. Нам пригодится с вами сегодня витражные гель-лаки. Они нам очень сильно сэкономят время. Вот. Потому что они уже прозрачные. Нужной прозрачности. Нам понадобится 4 оттенка. Нам понадобится 225. О, и 255. 253. Девочки, типсы на Алиэкспресс есть. В ногтевых магазинах. У нас вот, например, не знаю, в любой магазин ногтевой, профессиональный, непрофессиональный, на рынке зайди, куча типсов разной длины продаются. Съездите на рынок. На рынок вашего города. 100% найдете типсы такой огромной длины. Не обязательно на такой длине делать. Смотрите, делайте на той форме, на тех типсах, которые у вас есть. Плюс, конечно же, я приветствую руки. Вот смотрите, когда буду выбирать победителя, в первую очередь я просмотрю все, кто сделал на руках. Потому что на руках это сделать чуть сложнее. Правильно? Вот, понятно. Я просто сейчас смотрю по хэштегу. Там же есть хэштеги для каждой битвы. Я смотрю, конечно, все в основном на типсах делают. Красивые работы, уже очень много работ. Вот, но мало делаете на своих руках. Понятно, что если бы я сказала, давайте только на руках делать, это бы сократило количество участников в разы. Поэтому я не стала вас ограничивать, кто хочет на руках, кто хочет на типсах делать. Так, я работаю четырьмя витражами сегодня. Вы на Интершарме будете? Витражные гель-лаки можно заменить любыми гель-лаками. Вы их просто разбавляете топом без липкости, либо с липкостью. Смотрите. Я просто говорю, чем я работаю, все это можно заменять, конечно же. На Интершарме меня не будет. И вообще нашей компании не будет на Интершарме. У нас с понедельника стартует выставка. У меня в шапке профиля висит ссылочка. Поэтому, если что, регистрируйтесь на нашу онлайн-выставку. Вот, так как мы в этом году все еще не едем на живую выставку. Ввиду определенных причин. Кстати, у меня для вас хорошая новость. У нас витражи в ноябре выйдут в баночках. Поэтому вот, кто давно ждал, у нас витражи эти же, гель-лаковые, выйдут в банках. Вот, потому что очень много любителей сейчас витража. Витражами, конечно, когда имеешь 6 цветов витражных гель-лаков, по факту можно сделать любой дизайн. От акварели и заканчивая абстракцией. Поэтому, кто ждал в баночках, витражные гель-лаки скоро появятся в банках. Чем замените витражные? Я только что это сказала, Галь. Вот, в продажу готовые ногти от Эми выйдут, не знаю, не могу сказать, чтобы не... Как бы, знаете... Господи, как это сказать? В общем, не оправдать ваших ожиданий. Я не буду говорить конкретно, когда они выйдут. Но они точно выйдут, потому что мы почти закончили тестирование. Вот. Итак, поехали. Смотрите, подмалевок делается, ну, достаточно просто. В хаотичном порядке я располагаю всевозможные пятна. Берем витражный, например. Надеюсь, у меня в углу будет такой вот синий. Причем я специально, смотрите, беру кисточку для градиента, чтобы она у меня такие неровные полоски оставила. Сушим. Как жаль, постоянно закупаюсь только на Интершарме. Ну, к сожалению, сейчас на живых выставках нерентабельно выставляться для компании. Это... Есть вероятность, что для тебя выставка пройдет просто в убыток. Мы не хотим так рисковать. Вот. Мы все посчитали. И пока трафик не тот на выставках. К сожалению, сейчас люди перестали ездить. Ездят меньше намного. Вот. Трафик не тот. И тот трафик, который раньше был, ну, его пока нету на выставках. Выставки полупустые. Надеюсь, что через год все изменится. Когда у нас что-то стабилизируется с вирусом, все равно очень много людей болеет, и многие просто боятся передвигаться, быть в большом... Короче, в скоплении большого количества людей. Многие боятся, поэтому трафик, он меньше, чем обычно бывает на выставках. Ой, у меня здесь длина какая-то гигантская. Девчонка, девчонки, здесь, наверное, длина, не знаю. Если в единицах ногтевых брать. Так, можно вот просто взять кисточку и вот такие вот пятна, например, поставить. Смотрите. Я примерно смотрю на образец и повторяю. Я обязательно вот эти картинки, смотрите, я обязательно вот эти картинки переложу вам в листал комнат, чтобы вы тоже перед глазами имели, откуда я брала это. Вот, поэтому картинки у вас тоже они будут. Я пост выложу чуть позже. Коллекция казино? Ну, пока нет, девочки. У нас такие промежуточные коллекции мы редко повторяем. Сейчас хотят голубой цвет еще раз перевыпустить из коллекции казино. Вот. Возможно, голубой цвет из коллекции казино мы еще раз перевыпустим. Давайте подробно посмотрим. Смотрите, что у нас тут. здесь получается грязно-неровно нанесены разводы синий и красный, розовый и желтый. И вот с этой стороны нам нужно оставить небольшое место для бежевого гель-лака. Я согласна, что закупать материал в жилую удобнее. Согласна. Но сейчас пока, я думаю, что нужно еще годик подождать. Так, ну, смотрите, берете любой бежевый цвет. Я вот взяла из базовой коллекции. У нас есть один из самых популярных оттенков нюдовых. 014 номер. Я специально взяла огромные ногти. Во-первых, это разбавит мой контент очень. Если у меня будут такие огромные ногти на фотографии в моем инстаграм, это привлечет много внимания. Где-то, возможно, даже хейта небольшого. Я же знаю. Напишут, боже, и кто будет такое делать? Кто такую длину будет носить? Вот. Будут, конечно, такие комментаторы, но ничего. Что делать, чтобы не было аллергии? Это нужно лечить себя в первую очередь. Дело не в материалах, а в вашем иммунитете, в здоровье вашего организма. Новые базы, новая партия, по-моему, к концу ноября придет. Да, первая партия, она практически сразу закончилась. Я ее даже не успела порекламировать. Представляете? Так бывает. Так, а я еще возьму коричневый гель-лак номер 258. Тоже можно взять любой коричневый гель-лак, но мне вот удобно витражным. поставить пятнышки под леопард. Да, секретарь сейчас мне говорит тиктокера. сейчас ты знаешь, Галь, даже не тиктокеры просят такую длину, сейчас это просто модно. Вы, если сейчас посмотрите на кампейны, все модные, начиная с рекламы обуви и заканчивая рекламой одежды, сумок, модели с огромной длиной. Вон, Вок, Мэри Клэр, откройте журнал, посмотрите, большая длина, это сейчас тренд. Тут другая проблема. Мастера после эры гель-лака разучились делать моделирование, понимаете? И сейчас ты захочешь такую длину, и ты фиг сделаешь, найдешь мастера, кто тебе за короткий промежуток времени нарастит такую большую длину. Как толку? А если на своих ногтях две руки фото присылать? Присылать ничего не надо, мы выкладывать это все будем под хэштегом. Хэштег я напишу чуть позже, под каким хэштегом будет идти битва номер 3. Кто, кстати, пропустил битву номер 1 и 2, у меня эфиры все сохранены в ленте, там описаны условия. Вы до 24-го числа прекрасно успеете еще поучаствовать во всех битвах. если поучаствовать во всех битвах, вероятность выигрыша выше будет, чем если вы поучаствуете только в одной. Смотрите, здесь можно тень такую проложить. Сейчас кто-то пишет, что у меня проблемы с опилом на большой длине. Это у всех. Если нет практики пилежки, то, конечно, навык падает. Чтобы навык формировался, это нужно делать постоянно. Если вы это не делаете, то, конечно, навык не формируется. Я надеюсь, что у нас скоро получится выпустить готовые ногти гелевые. Это не прям итоговые ногти, но они значительно сократят время моделирования. Время моделирования. Кто видел, я последнее время фотографирую руки как раз на нарощенных ногтях при помощи вот таких готовых гелевых ногтей. Нельзя сказать, что это прям супербыстрое моделирование. ой, он перегрелся, глянь, вообще. Включай быстренько. Да, мы вон на прямом. Да ты не выключай. Сейчас, девочки, секундочку, у нас тут непорядок небольшой случился. и лампу. Дотянется. Так, смотрите, тень проложили небольшую. Как относитесь к верхним формам? Смотрите, я очень хорошо отношусь к верхним формам. Они тоже значительно сокращают время работы, но верхними формами нужно начинать работать после того, как вы реально стали специалистом крутым по моделированию, потому что если изначально вы плохо понимаете архитектуру и вы ее не видите, то вы верхними формами возможно будете делать не совсем качественное наращивание, потому что там цена ошибки очень высокая. Там идут поперечные трещины, если мастер не угадал нажим. Как надавить, насколько надавить, под каким углом. так все достаточно. Дальше смотрим. Здесь у нас на дальнем плане есть такая кусок звезды тоже расплывчатый такой. Вот обратите внимание, все сделано в таком примитивном стиле. Стиль примитивизм, он во-первых экономит время, ну и сейчас таких принтов в таком стиле их очень много и они имеют место быть. Про гелевые ногти расскажу чуть позже, сейчас, пока я их тестирую. Так, поэтому предлагаю сейчас звездочку наметить. Ту же звездочку можно белым гель-лаком наметить. теплюськи. Что-то не слышу. все появился звук хорошо все кто-то не решил позвонить. Все появился звук хорошо все присылать ничего не надо. Сейчас мы наметим на дальнем плане звездочку с вами можете показать как равномерно красить белый лаком. Девочки это надо на моделях показывать. у нас сегодня битва дизайна. Вот поэтому у нас упор сегодня на дизайн. Звезда гель-лаком или краской? Под рукой у меня был белый гель-лак, поэтому я взяла гель-лаком и сделала. Краска, краска. не имеет значения какими материалами вы делаете дизайн. Главное чтобы в конце был точно такой же результат. Так, теперь смотрите, у нас там на дальнем плане есть пара названий слов. Вот тут я иероглифы написала, здесь война поперечеркнула. опять же я все это взяла с картинки, что-то где-то додумала, где-то сама, да, а где-то просто скопировала. Видите, вот детали, здесь очень много деталей, которые можно копировать, повторять. Вот, поэтому чтобы добавить слова линера, да, я хочу добавить линера, у меня здесь есть два линера, линеры, у меня есть и жирный линер, и тонкий линер. кстати, в этот раз мне тонкий не пригодился, а вот для CD-дисков самый обычный линер, маркер, да, он даже называется маркер, а не линер. Он толстый, и вот для конкретно этого дизайна подходит лучше даже толстый, чем тонкий. Так, я сейчас буду использовать также импасты, у меня классическая коллекция есть под рукой и у меня сегодня используются импасты именно из классической коллекции. Смотрите, набор импасты классический, нам сегодня понадобится красный, красная клюква, голубая, лазурь и черный и черный, все. Три импасты я сегодня использую из этого набора. Первый нам понадобится синий, и не важно, что, конечно, он будет у меня здесь под последний слой геля, не имеет значения. Хотите, нарисуйте это гель лаком, нарисуйте это краской гелевой, без разницы. Вот, я, конечно, люблю писать все именно импастой, потому что она не течет. У меня вообще с почерком проблемы, да, у меня не самый лучший почерк. Здесь вот у нас на заднем плане нам нужно написать. Сейчас, секунду. Чтобы перейти к маркеру, к линеру, нужно будет перекрыть топом, тем же матовым. По матовому топу линера лучше всего или маркер рисуют. Так, сделали на дальнем плане. Это у нас пойдет под финиш сейчас все. Так, что еще можно добавить? Так, суши. Можно черным цветом либо импасты. Я еще раз говорю, я импасты рисую. Либо гель-лак взять, иероглифы нарисовать. Но это я уже додумала, у Дольче Габана этого не было. Так как у нас такой стиль граффити, настенная, скажем так, живопись писанина в стиле примитивизма, здесь может быть все что угодно. Там даже, знаете, я рассматривала близко фотографии, у них здесь дата год, какие-то штрих-коды, знаете, каша мала из каких-то элементов письма. Поэтому я вот здесь скраю. как-то сделайте эфир вопрос-ответ по материалам и техникам. Сделаю хорошую тему для эфира. таких иероглифов сразу скажу нету, я их придумала, наметила, сушим. так, все, и теперь я беру матовый топ, либо перекрываете топом любым и шлифуете поверхность, потому что вот эти маркеры и линеры, они хорошо рисуют по матовой поверхности, по глянцевой, они тоже могут рисовать, но хуже. И вот последний опыт в основном все используют матовую поверхность. Как вы создадите эту матовую поверхность, не имеет значения. В каком курсе есть опил форм длинных ногтей? Ну, лучше, конечно, взять вообще конкурсное моделирование, наверное. Вот. Также можно взять моделирование нестандартных форм. Смотрите, я не покрываю весь ноготь, да, чтобы толщину не придать. Я только покрываю там, где мне надо. Только вот в этом месте. Сушим. И теперь берем обычный маркер тонкий. Вот видите, маркер для CD-DVD дисков. Он достаточно толстый, для тонких линий он не подходит, жирно рисует, но так написать нам какие-то там слова, иероглифы, штрихи, он прекрасно подойдет. Кто вот спрашивал, в каком курсе идет опил форм длинных ногтей, напишите в директ, я вам скину ссылки на все онлайн курсы, где эта тема рассматривается, чтобы попилить ногти. Так, вот смотрите, я получается матовым топом перекрыла вот эту центральную часть, и сейчас пишу такое слово, как война. парус, слов зачеркивается. Все, все подготовили. Смотрите, особенность маркера, он, если его матовым топом сразу перекрыть, он ползет сразу же, матовый топ разъедает маркер очень сильно, поэтому на всякий случай те детали, которые у вас были сделаны маркером, фломастером, возьмите перекрытие, перекройте аккуратно в этом месте теклосом. Такими нежными движениями. Все, и остальные детали, мы все их делаем, видите, такими объемными, сверху финиша, видите, леопард получается, такой глянцевый импаста, вот это слово амор красивая получается, вот здесь непонятные слова, тоже сделаны красные импасты уже сверху, такая игра матовая фактура и глянцевая фактура, они тоже придают дополнительную изюминку дизайну, все, перекрываем финальным слоем матового топа, что спрашивают? Я говорю, VR это одежда, а, да, варвайна в зверхе, блин, а что я написала, я аж оттуда списывала, не помню, а, нет, я написала как у дольче габбан, я думала, что это война, короче, такой из меня так себе англичанин, да, я опять записалась к своему репетитору по-английскому, сказала, в этот раз я точно буду ходить, вот, видите, откуда я взяла, я что-то подумала, что война, это почти без второй буквы война, ладно, и от него тоже может поползти, вот кто-то пишет, да, если и Т-классом невнимательно провести, возюкать несколько раз, любой топ, конечно, он начинает разъедать поверхность маркера, поэтому будьте внимательны, делаем опять пять ногтей, конечно, девочки, пять ногтей, пять ноготулек, смотрите, какая у нас красота, смотрите, как красиво, дизайн для тиктокера, надо в тикток такое уложить, тиктокером зайдет, инстасамку уже с такими представила, инстасамку, да, ты уже представила, так, ладно, продолжаем вот этот вариант сделать с вами, и теперь нам понадобится неоновая паста, вы знаете, что у нас есть четыре неоновые пасты, они в наборе не продаются, они продаются так поштучно, их четыре цвета, всего лишь зеленый, желтый, такой оранжево-красный и розовый, вот, я сейчас возьму желтый, буквально чуть-чуть добавлю к нему беленькой пасты, знаете, для чего, неоновые цвета, любые, они всегда как чуть-чуть с прозрачной вичинкой, да, если хотя бы капелюсечку добавить белого, они становятся чуть-чуть плотнее, о, смотрите, кто-то пишет деревянка Nails, что она сейчас будет это на клиенте делать, ой, деревянка Nails, подскажи, сколько лет клиенту, потому что меня все время ругают, что я в свои почти 39 лет ношу слишком яркие длинные ногти, а я считаю, что самовыражение через маникюр, даже через такой яркий, не имеет возраста, какая разница, сколько вам лет, самое главное, в контексте это вашего гардероба, в контексте вашей личности, это, потому что бывает, человек ведет какой-то очень интересный образ жизни, у него нестандартные богебные друзья, либо человек просто сам по себе очень эмоциональный, творческий, яркий, все, смотрите, эмпаста неонова, она такая прям густая, а белый же тоже он такой прям густой, и смотрите, буквы получатся довольно выпуклые, но все равно следите за толщиной, потому что если сильно толстая, эмпаста просто не просохнет, так, что с моим фокусом случилось, аморф. Я специально приложу картинки, откуда я срисовывала дизайн, для чего? Чтобы вам, может быть, не один в один композицию повторять, а немножко трансформировать под себя, вот сегодня я это разрешаю, единственное, давайте сделаем именно в этой цветовой гамме, да, еще раз, цвета достаточно классические, желтый, розовый, красный, синий, эти цвета у всех есть в палитре, вы можете это сделать не только витражными гель-лаками, просто витражными гель-лаками будет удобно, вот, а так берите любые гель-лаки, просто разбавляйте их до витражного состояния, так, что-то я сегодня медленно так делаю, потому что много болтаю, вайт-декор импаста, можно ее в толщину, она просохнет, если смешать с пигментом, можно взять вайт-декор, просто добавите туда теклоса немножко, чтобы чуть-чуть пожиже было, потому что вам будет неудобно писать буквы, вот, просто в толщину не кладите сильно жирно, и тогда она просохнет, если нальете, ну, понятно, что импаста, что декор, это все импаста, может не просохнуть, интересно, когда они наслаиваются слова на слова, и получается такой вот, именно, эффект разрисованной стены где-нибудь в городе, в стиле графики, красками гелевыми неон, можно? Можно, единственное, что сверху не получится сделать, значит, делайте под финиш, так, теперь берем красный цвет импасты, это у нас называется cranberry red, красная клюква, смотрите, чтобы сделать красный чуть поярче, я беру, добавляю туда импасту адреналин, можно, кстати, добавить неон пигмент, 100, блин, какой же у нас пигмента, 179, что ли, неоновый, либо пигмент, либо вот пасту добавляете, чтобы она, знаете, превратилась в такой насыщенный, красный, много кто пишет, что есть клиентки возрастные, с длинными, яркими ногтями, так, ну что, и тут вот можно слово вот такое добавить, я даже не знаю, что это, у дочи габана, я просто это срисовала с куртки, так как английский, так из меня, а умор это любовь, нет, я тут, что-то у них написано, 1579, да, но следующий эфир по битве не планируется в стиле Хэллоуин, следующий эфир будет цветочный, это 100%, вот, будет такая красивая, я уже картинку даже нашла, будет кайф, такая акварель красивая будет, на черном фоне, я специально буду акварель делать на черном фоне, чтобы она была такая, знаете, для осени, все, сушим, вот один типс у нас уже готов, вот, давайте вот один вот такой сделаем, он немножко по-другому, здесь без леопарда, и он такой достаточно быстрый, тоже, видите, в граффити все сделано вручную, ой, господи, я ж его не закончила, леопард-то я не рисовала, и так бывает, не жарко, не могу, не жарко, открою окна обратно, у нас отопление отдали, а на улице жарень, всегда бывает, ну что, Black Tard берем для леопарда, девочки, кто не умеет цветы рисовать, ну как, не участвуйте, смотрите, битвы, их аж 4, они все очень разные, можно как раз попробовать себя, да, либо попробовать, может вы думаете, что вы не умеете, на самом деле, у вас все красиво получится, нужно все пробовать, у нас битвы дизайнов, их 4 штуки, это все отдельные конкурсы, в каждой битве будет свой отдельный победитель, теперь в четверг будет, последняя битва пройдет в четверг, вы можете сейчас просмотреть просто все битвы, например, поучаствовать во всех 4 битвах, а работы выложить аж, например, 24, потому что я проверять по хештегам, все 4 битвы буду где-то ближе к концу вечера, 24 числа, и уже 25 на выставке онлайн Эйми Экспо, 25 числа, я объявлю победителей, все, рисовали леопарда, так, делаем вот этот вариант попроще, как я тут сделала, смотрите, вот у меня под рукой была неоновая эмпаста, поэтому я ее взяла, если у вас неоновый гель-лак, берете там неоновый гель-лак, так как это под финиш, не имеет значения, так широкими мазками пачкаете поверхность, все испачкали, сушим, беру какую-нибудь толстую кисточку, вот у меня тут мазок двойка толстая, и беру опять же красный витраж, красный, почему витраж беру, он будет сейчас полупрозрачный, плотно не ляжет, плотно не ляжет, я там на дальнем плане нарисую, вот так некрасиво, неровно, арт из лайф, девочки, проверять я буду 24, там в каждой битве идет свой хэштег, я буду нажимать на этот хэштег, и под этим хэштегом будет, например, только битва номер 3, да, или битва номер 1, все, и буду смотреть, что мне больше всего понравится, того и выберу, буду смотреть на качество выполнения, на фотографию, на самом деле дизайн несложный вот сегодня, быстрый, просто он у меня почему долгий, потому что я сегодня делаю для конкурса большую длину, чтобы получилось прикольно на фотографии, ну это и для контента будет прикольно, понимаешь, клиенты там не все такую длину захотят делать суши, все, а красиво уже прорисуем арт из лайф, уже синий импаст и сверху финиш, вот этот ноготь очень быстрый, сейчас предлагаю перекрыть матовым топом, чтобы нарисовать ручкой, фломастером, старайтесь максимально тонко перекрыть, суши, берем фломастер, это маркер для CD-DVD, тоненький, 0,5 мм, продается в любом канцелярском товаре, магазине, так, а как сделать прямой эфир, это вопрос, есть функция в каждом аккаунте, называется прямой эфир, погуглите, если не умеете пользоваться инстаграм, его функциями, лучше просто гугл забить, фокус, фокус, ну здесь вот у меня, такие, галя-маля, смотрите, я сейчас полностью теклосом перекрывать не буду, либо можно, знаете, что взять, не теклос, галя, а туп, а вот туп слайдер, сейчас мы попробуем туп слайдером, потому что все-таки подматовый топ, теклос не всегда хорошо для клиентов, и нам нужно вот эти детали защитить, смотрите, нам нужно защитить от матового топа, потому что матовый топ, он разъедает все, что не досохло в гель-лаках и в красках, все тянется под ним, это если вы не досушили, вот, а маркеры все, линеры, они по-любому, сколько вы не сушите, будут тянуться от матового топа, вот, и так как мне сейчас не хочется теклос использовать, так как у меня сейчас опять пойдет матовый, я взяла топ слайдер, он хоть и с липким слоем топ, но он тоже подходит для перекрытия элементов фломастера, да, маркера, чтобы у меня следующий слой матового топа не разъел поверхность, вот, а теперь я спокойно беру тоже матовый топ, если нет маркера, ну, пожалуйста, сделайте это краской, эффект только, знаете, вот тут, он не такой, ну, поверьте, вот этот маркер, который я вам показала, хотите, еще раз покажу, сфотографируйте его, придите в канцелярские товары, просто фотографию, покажите консультанту, ну, девочки, серьезно, это продается везде, это такая распространенная вещь, вы купите в любом магазине канцелярских товаров, и в Ашане есть, вот, мне сейчас Галя подсказывает, просто, у вас времени еще вагон до 24-го, до вечера, стоит он недорого, да, и стоит он недорого, все, и остальные штрихи финальные, мы с вами сделаем уже сверху финиша, сейчас я беру опять синюю импасту, а, я еще ее не брала, не опять, а, или брала ее, называется вот она, Azur Blue, входит она в базовый набор импаст, всегда всем рекомендую нашу импасту, любитесь, она, конечно, прям для всего, для всего не подходит, да, там, для покрытия она не подходит, для французского маникюра она не подходит, там, может быть, какие-то элементы рисовать, ею неудобно, но большинство элементов росписи очень классно, единственное, кисть должна быть синтетика, кисть должна быть синтетика, колонком не сможете рисовать, колонок слишком мягкий, для этой густой краски, и в Яйале, конечно, ею рисовать, либо по матовой поверхности финиша, либо по безлипкости, потому что, если по диспрессионной пленке рисовать, например, по тот же финиш, ну, некомфортно, краска очень густая, достаточно примитивный выбран язык для элементов, единственное, этой густой финиш и залогой, не поймите allows виду, oui, и ходи как вот что есть что сушим тем паста она высыхает остается у нее глянцевый глянцевая поверхность она без липкости обезжиривать ничего не нужно очень удобно вот и красная импаста можно сейчас такие какие-то мазочки поставить все чуть-чуть по-другому весь и сделала все сушите также две минуты чтобы исчезла липкость еще один простой тип съесть смотрите также берем витражный гель-лак красный и вот здесь размазываем из этого угла можно вот так смотрите перчаткой сделать за что люблю абстракцию и особенно граффити как легло конечно эфир сохранится смотрите кто только сейчас надумал участвовать в конкурсах вы еще не опоздали выбирайте либо любой какой-то один конкурс битва 1 например поучаствуйте только в одной битве вот либо поучаствуйте во всех битвах все битвы идут под своим хэштегом выкладывать работы вот время у вас есть до конца дня 24 октября поэтому сейчас можете только пересмотреть все все эфиры подготовиться а потом уже сделать все за один день так здесь у нас можно так и жирненько слово но написать тоже специально взяла витражный ну чтобы знаете вот здесь например это было прозрачно суши здесь я часть ручкой сделала да а часть импасты написала тоже вот по желанию смотрите в первой битве мы цвет не соблюдали во второй битве цвет мы соблюдали и в этой битве мы соблюдаем с вами цвета можно не соблюдать композицию цвет соблюдаем нужно там для каждой битвы читать внимательно просто почитайте внимательно так снова наношу матовый топ чтобы поработать ручкой форма и длина типс любая форма и длина типс может быть любая я просто сегодня выбрала такую длину захотелось хочу чтобы у меня в аккаунте были вот такие ногти длиннющие сейчас сделаю смешную фотографию с ними все сделала беру опять маркер и здесь у нас вот это слово у дольче габбана ну везде идет сейчас я маркер потоньше возьму другим маркером написал кольца хусенич слугой 19 вот видите я все подсмотрела на вот этих фотографиях у дольче габбана там если внимательно посмотреть весь показ я фотографии обязательно вам блисталку выложу да на коротких типсах будет место мало возможно будет сложно передать этот дизайн так все как я и говорила мы защищаем там где у нас маркер линер любым топом ну лучше с липкостью так как сверху пойдет опять матовый топ сушим и теперь перекрываем еще рассматываем и все остальное делаем им пасты сушим так здесь берете черную им пасту и красную им пасту ты не сейчас еще горько все и теперь здесь life you big dream не курсы нет видите когда вы рисуете краской слова они другие кто хотел заменить маркер можно заменить но опять эффект другой от граффити у нас поэтому кстати так много и слайдеров в этом сезоне вышло стиле граффити на свертый батл тоже такие длинные типсов нет на 4 батл я не буду брать такие длинные так как у меня там будет флористика чтоб я не замучилась рисовать эту флористику и флористика это трудоемкий дизайн более я буду акварель делать я буду делать тоже полностью вручную без использования слайдера до без трафаретов будет акварель вот поэтому я не буду убрать большую длину я взяла длину большую потому что дизайн несложный на самом деле он простой девушка которая на клиенте делает такие этот дизайн спрашивает можно глянцевые да можно 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 глянцевые да можно глянцевые можно матово да в глянце будет очень ярко смотреться матовый топом чуть-чуть приглушает я краски сегодня мы с вами по факту и работали 4 цвета а нет пять цветов витража я всегда говорю если у вас будет например наш набор витражных гель-лаков 6 оттенков и набором пасты классической все вам больше ничего не нужно для дизайна я даже когда езжу куда-то на выступление я никогда не беру много материалов дизайна потому что росписи дизайн его по факту можно сделать очень ограниченным количеством материала и вот витражи и импаста вместе они дают вот этот вот минимальный ассортимент которого достаточно чтобы воплотить любую идею куда вам нужно сделать быстро на ходу dream короче у меня на этом ногте не поместился и так понятно будет все и можно написать слова ниже с все это как времени уже совсем чуть-чуть осталось я сейчас большой ноготи где больше всего дизайна я его начну делать вот и оставлю его незаконченным потому что здесь самое главное посмотреть как сделан подмалевок вот здесь я начинала сначала центральную зону делать вот так кусок в центре суши сейчас я его поближе еще раз покажу видите амор пишется дважды это прям как на куртке сделано на дальнем плане и на переднем и здесь тоже часть элементов на дальнем плане и часть элементов на переднем плане так витражным гель-лаком делаем печатнышки или зайдете что что еще почему не перезайдете это нам а чтобы я закончила длинные эфира смотрите они очень плохо продвигаются instagram плохо вот они и часовые эфиры плохо для аккаунта делать нет смысла в них вот к вам кстати большая просьба обязательно сейчас я когда выложу эфир напишите мне что-нибудь хорошие вопросы пишите свои отвечу в комментариях все неприятно будет а вам думаю не сложно вот это очень поднимет активность моего аккаунта вот поэтому девчонки пишите комментарии в этом эфире под постом так что у нас тут желтенькая предлагаем здесь помазать чуть-чуть это же ведь я кисть взяла какая попалась под руку то и и взяла здесь розовый все делаю кисточкой витражной ой для градиента что она размазывает лучше всего ну это осталось пять минут сушим синенький также здесь добавляем и такой подмалевок и за счет того что у нас был просто белый фон и мы используем витражные гель лаки вы видите это очень существенно экономит нам время это очень экономит время все тут вот на заднем плане этому дольче кабана подсмотрела какую-то такую штучку картинки я приложу еще раз обязательно посмотрите сушим так на дальнем плане нужно сейчас амор написать тоже без разницы чем писать главное чтобы она там на заднем плане оказалось под финишем оно интересно когда понимаете у вас часть дизайна ушло под финиш хотя а часть дизайна сверху тогда прикольно смотрится даже если вы ногти будете делать глянцевые участка девушка на клиенте делает сидит там вместе с нами кто-то там писал и клиент захотел сделать глянцевые ногти так тоже пейте на дальнем плане полупрозрачность сделали витражом правда ли то что вы дарите бокс косметикой нужно оплатить только первые курсы вопросы да вот по подарку которую сейчас задали напишите в директ это у нас пакет платина это онлайн курс да там есть набор косметики он входит в обучение так слушаем здесь видите сейчас пройтись также ручкой написать несколько слов можно цифры написать где-то штрихи случайные но это тоже лучше сделать уже по матовому топу сейчас понятно как этот большой ноготь делать девочки сейчас в таком состоянии оставлю конце вам покажу до и после вопросы по курсам директ до вопросы по курсам девчонки пишите в директ смотрите не досушила матовый топ поэтому фломастер плохо рисуют даже так будет достаточно так ну что здесь вот осталось уже сверху финиша видите нарисовать импасты леопард черный амор желтым и вот это нинджи добавить сверху дубляж красные пасты так я сейчас хотела сделать прикольный финал для этого нам понадобится рука чтобы обложку не делать у эфира ведь я чё придумала прикольно прикольно это дизайн прикольно делать только на всех десяти пальцах если вдруг все-таки надумаете это сделать клиенту это очень прикольно будет смотреться на всех десяти пальцах на самом деле дизайн простой сделан в технике примитивизма так как это граффити о смотрите какая чистая Я, смотрите, как придумала закончить наш эфир, чтобы у меня вот такая обложечка была. Ух ты! Все видно, все хорошо. Все, всем пока-пока!